Полный вперед! Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы чуть-чуть усложним практику двойного восприятия, сместим акценты восприятия, будем пробовать учиться управлять нашим восприятием реальности. Абракадабра! Но для начала предлагаю поговорить об индуцировании и о социализации. Это два таких важных аспекта проявлений человека, которые случаются, как правило, неосознанно, но случаются практически со всеми. Либо то, либо другое, либо то и другое вместе. О чем речь? Что такое индуцирование? Представьте картину. Церковь, приходят люди на отчитку, у них гоняют бесов. Реально болен один человек, страдающий бесноватостью. Вот этой разновидностью психоза. Но вдруг пол церкви падает на пол, и у всех бесы, и все катаются, и все благодарны батюшке за то, что он их отчитал. Наблюдали картину, да? На видео можно посмотреть, кто не видел. Великолепные есть сцены. Аналогично. Человек приходит на митинг, и вдруг толпа ревущая бежит, бросается там что-то громить, стучать и так далее. И те, кто был ближе к эпицентру, они точно так же несутся, и точно так же участвуют в этом действии. Но в повседневной жизни увидеть их громящими и так далее никогда не уйдешь. А тут вдруг происходит такая вот фигня, и вдруг они теряют голову, и вдруг они начинают совершать те действия, которые не свойственны им. То есть у них нечто начинает проявляться, чего было не свойственно им в обычной жизни. Либо же гипермаркет стоит, ну, ближе к жизни, да, гипермаркет, и вдруг объявляется распродажа. Два по цене одного. Человек пришел в магазин, он не планировал вообще делать эту покупку. И вдруг в нем какой-то механизм включается, и он уже становится зверем, бросается и начинает это все хватать, ругаться, толкать и так далее. Замечали такие вещи в жизни, да? Эффект, ну, кто-то называет эффектом толпы, да? Но люди индуцируются под какие-то психические состояния, заражаются друг от друга какими-то психическими нервозными состояниями, да? Это один эффект, который существует в обществе. И в нашей психике есть механизмы, которые запускают этот эффект, да? Это один момент, с этим мы начнем работать. Второй эффект, который есть в нашей психике, это потребность в социализации, это потребность в признании, это потребность быть нужным, быть на высоте, быть признанным. И здесь уже проявления у человека в социуме зачастую немножко другие, да? То есть люди готовы подстраиваться под социум сознательно. Например, вы пришли на работу, идет критическое осуждение там, кого-то из сотрудников или начальников. И априори предполагается, что вы должны себя проявить так. И очень редкий человек, который скажет себе «стоп» и проявит по-другому, да? Потому что он, может быть, тоже тогда отвергнут социумом. Следующий момент. Вы приходите, ну, из тех вариантов, что я вижу часто, вы приходите на обучение куда-то, и в какой-то момент для вас содержание, обучение, информация и приемы работы, и сами техники, и все, перестают быть важными. Для вас важно идти и общаться. И человек выбирает не содержание, а тусовку, да? Тоже имеет место быть. Опять-таки, на этом построены... Почему эти эффекты важны? Благодаря этим эффектам психическим у человека строятся секты. Благодаря этим эффектам строятся любые объединения. Благодаря определенным техникам по управлению, вот этими программами в человеке, можно и на БАМ, можно куда угодно, да? И в ГУЛАГ. Любые варианты. И это все работает, потому что это работает коллективно и бессознательно. Там теряется индивидуальность, там теряется человек. Интернет-проявление. Если вы думаете, что это только в приличном контакте, нет, это имеет место и, например, в интернет-проявлении. Те же самые многочисленные вебинары, когда сидит тысяча человек, слушает вебинар, а за вебинар не прозвучало ни одной законченной мысли. Меня сперва вот эти вещи очень сильно удивляли. Я думала, что это просто шизофреник ведет подобного рода программы, ну, раз он не может до конца закончить мысль и выдать ее кратко и конкретно. Но оказывается, нет. Это использование материальных средств, материальных ресурсов людей абсолютно сознательно, когда не доводится до логического конца начатое. Опять-таки, эффекты, когда у человека включается индукция, социализация, они очень рядом идут, поэтому, как правило, проявляются вместе. Средства массовой информации вбрасывают какую-то информацию, что вот там разобрали пешеходный переход. И вдруг люди начинают нервничать, звонить и говорить, ай-яй-яй, как же мы будем жить без этого пешеходного перехода? Ребята, вы хоть раз по нему ходили? Вы там на машине, в лучшем случае, раз в год проезжаете. И почему это вас должно беспокоить? Нет, это беспокоит потому, что пошло в коллективное бессознательное. И видите как? Получается, что вот при таком подходе индивидуальность человека, она как бы затирается. Она затирается в любых вот этих коллективных тусовках больших. И вдруг человек становится такой серой шинелью, исполнителем физической рабочей силой, рабочей лошадью. Но вы поймите, ведь все зарения и творческие прорывы, и все, что касается измененных состояний сознания, это все дается не толпе, это все дается индивидуальности. И как только теряется индивидуальность, у вас теряется связь с общим энергоинформационным полем. И первое, для кого мы будем делать эту практику, это для себя же самого. Для того, чтобы самому же себе очертить свою индивидуальность, признать свою индивидуальность, признать свое право на свою уникальность. Только при этих раскладах нам в дальнейшем давно будет право на творческую реализацию дальнейшую. На озарение, на движение вперед. Так, что делаем практически? У нас есть позиция «я играющий», и у нас есть позиция натренированное «я наблюдающий». Мы усиливаем позицию «я наблюдающий», и в моменты, когда вы оказываетесь в социуме, в толпе, в тусовке, вы наблюдаете за своими проявлениями, за теми моментами, где вы хотите проявиться так, как толпа, но проявляетесь индивидуально. Либо же не проявляетесь, и тогда думайте, какие программы вас остановили и не дали вам проявляться. Это все берется на карандаш. Если у вас получится еще включить позицию «наблюдение за наблюдающим», это тоже интересное восприятие, и вы дополнительные программы сможете пометить на карандаш. Те вещи, те убеждения, которые в вас срабатывают, вы их пока идентифицируете. Нам надо их идентифицировать, потому что там будут и генетические программы, там будут вещи, которые переданы нам по роду. Мы реагируем вот так. У нас включаются какие-то страхи, у нас включаются какие-то фобии. Почему? Потому что у нас в роду были там какие-то проблемы. Но для того, чтобы понять, с чем работать, мы это находим, а потом к этому уже каждый индивидуально будет подбирать тот инструмент, который пригоден ему для того, чтобы проработать ту или иную задачу. Итак, пока мы наблюдаем за своими реакциями и берем их на карандаш. Где я, а где не я? Где мое, а где чужое? Где надо мне, а где мне навязана социальная роль? На сегодня я прощаюсь с вами, но хотел бы сказать еще одну маленькую мысль. Смотрите, если уже касаться поиска гуру, там, где социализация максимально, то в конце концов мы долго ищем признание, то, что я сам себе гуру, находим его. Но очень редкие люди приходят к осознаванию того, что самый главный гуру нашей жизни – это вот этот окружающий мир. Это наш учитель, это наш тренер, и наше дело его признать. Но с этим миром мы взаимодействуем не толпой, мы взаимодействуем с ним лично. Когда мы вот это осознаем и к этому придем, то прорабатывать какие-то индивидуальные моменты нам будет на порядок легче, потому что мы придем тогда и к любви, потому что кроме любви мы не можем ничего дарить больше этому миру. Но в лучшем случае еще благодарность, потому что этот мир – это проявление Бога. Спасибо. С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч.